друзья приветствуем вас на канале крипто comments и в сегодняшнем выпуске news blog крипто из-за продолжающегося банковского кризиса федеральная корпорация по страхованию депозитов откладывает торги силикону или банк биткоин взлетел выше 28 тысяч долларов после того как и без согласился купить кредит suiz флагстар покупает signature bank за исключением его крипто бизнеса почему запланированный на эту неделю федеральный комитет открытого рынка может стать триггером для роста цены биткоина выше 30 тысяч ожидания замедление роста ставок от фрс 5 вещей которые вам нужно знать о биткоине на этой неделе биржа бинанс сообщила о листинге токена арбитрум а битмакс уже запустил бессрочные фьючерсы к юс детей скам проект якобы использующий искусственный интеллект украл у пользователей миллион долларов команда medieval empire сообщила о готовящемся запуске проекта и начале продажи земельных участков и в завершении выпуска краткий анализ рынка от джорджи танго оставайтесь с нами федеральная корпорация по страхованию депозитов продлевает процесс торгов для силикону или бэнк с виби в то время как цена биткоина готовится приблизиться к 30 тысяч долларов в понедельник 30 марта fd си сообщила что процесс торгов для силикону или бэнк с виби она продлевает для того чтобы упростить процесс после получения значительного интереса от нескольких потенциальных покупателей fd си позволит участникам подавать отдельные заявки на силикону или бриджбэнк и его дочернюю компанию силикону или правят дэнк в настоящее время силикону или бриджбэнк работает как национальный чартерный банк он был создан корпорации по страхованию депозитов 13 марта для управления активами и обязательствами с виби с виби правит банк также включает остатки банка бостон правит ориентированным на управление крупным активом и поглощенным и свеби в 2021 крипто рынок восстановил свое движение после того как регулирующие органы закрыли банки silver gate silicon valley bank и signature bank понедельник 20 марта акции банков и облигаций упали в цене так как приобретение юбе с группы и джи банка кредит свис не успокоило страхи инвесторов на фоне углубления банковского кризиса банковский кризис вызвал давление покупателя для биткоина когда инвесторы забирают свои средства из банков и инвестируют их в биткоин и золото это показательная история еще раз напоминает нам о главном правиле инвесторов защищайте свои инвестиции и по всей видимости рынок с уверенностью считает что биткоин это лучшая защита средств чем хранение денег в банке биткоин взмыл выше 28 тысяч 500 долларов впервые с июня 2022 года после того как кредит свис объявила о сделке по слиянию крупнейшее банковское учреждение швейцарии и убес групп заключила сделку о слиянии со своим проблемным конкурентом кредит свис юбис заплатит 3 и 25 миллиарда долларов за завершение сделки что на 60 процентов меньше чем стоимость кредит свис наконец прошлой недели биткоин на эту новость отреагировал положительно превысив отметку в 28 тысяч 500 долларов впервые с июня 2022 швейцарский банковский гигант кредит свис за последние несколько недель выявил серьезные операционные проблемы что вызвало необходимость вмешаться центробанк швейцарии и местный финансовый регулятор также на ситуацию отреагировал и и без согласившись приобрести кредит свис за 3 и 25 миллиарда долларов стоит заметить что и основатель трон джастин сан продемонстрировал свое стремление купить банк предложив за него полтора миллиарда долларов он пообещал интегрировать его во вселенную в 3 назвав швейцарию одним из самых дружественных мест для криптоиндустрии ну а биткоин просто продолжила расти первая криптовалюта поднялась до девяти месячного максимума достигнув 28 тысяч пятьсот долларов вскоре после того как кредит свис раскрыла детали слияния на фоне этого происходящего глобального банковского кризиса цена биткоина в последнее время резко выросла поднявшись практически на 70 процентов с начала 2023 флагстар покупает signature bank за исключением его крипто бизнеса после первой неудачной попытки fdc найти покупателя для signature bank последний переданные в управление фискальным органом будет выкуплен флагста bank дочерней компании нью-йорк комьюнити банкорп крипто спасибо не надо о информации от рейтерс которая в дальнейшем была обновлена для отражения заявления fdc по этому вопросу говорится что по информации от неназванных источников любой покупатель signature bank будет вынужден отказаться от взаимодействия с криптоиндустрией однако по утверждению самой fdc они просто предупредили покупатели о рисках связанных с работой с криптовалютой и не требовали от потенциальных покупателей отказаться от этого класса активов но независимо от того данное требование является обязательным или нет флагстар банк принял решение исключить клиентов связано с криптовалютой из депозитов которые он взял под свой контроль таким образом большая часть активов signature на данный момент остается в руках fdc которая также получила прирост капитала в виде обыкновенных акций материнской компании флагста на сумму около 300 миллионов долларов в рамках данной сделки в итоге платежная сеть сигнет остается неудел учитывая то что флагса приобрела только часть депозитов и активов signature отказ от крипто клиентов можно было бы считать простым совпадением однако отстранение флагста от индустрии также распространяется и на операционную деятельность по данным bloomberg сигнет платежная сеть для операции в реальном времени созданная специально для крипто клиентов остается под управлением fdc реализация платежной сети вместе с другими активами и депозитами принадлежащими ныне несуществующему signature bank будет осуществлена позднее на момент выхода этой новости по всей видимости сигнет все еще функционирует несмотря на то что находится под конкурсным управлением однако неясно как долго она продолжит обрабатывать платежи так как circle уже перевела свои операции в bank of new york melon почему федеральный комитет открытого рынка фрс может вызвать рост биткоина на уровне в 30 тысяч на предстоящем собрании федерального комитета по открытому рынку будут рассмотрены два вопроса сдерживание инфляции и предотвращение более крупного банковского кризиса продолжающийся банковский кризис наряду с макроэкономическими проблемами в сша вероятно могут привести к благоприятному исходу для рынка криптовалют на предстоящем заседании федерального комитета по открытому рынку на момент проведения заседания фрс 21 и 22 марта 2023 комиссия центробанка примет во внимание свою большую задачу по снижению инфляции до целевого уровня в 2 процента однако немедленный вызов образовался из-за кризиса вызванного крахом silicon valley bank на прошлой неделе индекс потребительских цен вырос на 0 4 процента в феврале и на 6 процентов по сравнению с прошлым годом однако банковский индекс kbv nasdaq за последние две недели вырос на 27,6 процента из-за усиливающихся страхов распространения банковского кризиса среди инвесторов других банков но поставит ли фрс поднятие процентной ставки на паузу согласно данным инструмента fedwatch чикагской товарно-сырьевой биржи который оценивает федеральную целевую ставку на предстоящем заседании fmc прогнозирует большую вероятность повышения на 25 базисных пунктов 63 процента чем сценарий без повышения при этом о сценарии поднятия базовой ставки на 50 базисных пунктов даже не идет речи в данном контексте аналитики полагают что повышение ставки на 25 базисных пунктов за которым последует голубиный настрой фрс может спровоцировать рост цены биткоина до уровня выше 30 тысяч долларов однако учитывая тенденцию цены биткоина на предыдущих заседаниях fmc криптовалюта может скорректироваться перед тем как пройдет заседание в любом случае в ближайшие два дня ситуация станет ясной отличная аналитическая статья вышла на coin telegraph в которой издательство обращает внимание на пять вещей которых вам следует знать на этой неделе о биткоине начав эту неделю определенно побычи первая криптовалюта преодолела отметку в 28 тысяч долларов после недели хаоса в результате которого образовались приличные прибыли биткоин и альткоины остановились на уровне которых не видели последние девять месяцев на этой неделе как она прошла нам предстоит преодолеть всевозможные потенциальные препятствия фрс примет решение о следующих изменениях процентной ставки а новые макроэкономические показатели также будут опубликованы и первая тема заслуживающая нашего внимания это сомнение в состоятельности очередного цикла повышения процентной ставки фрс макро события этой неделе несомненно решение фрс который она примет 22 марта по сути фрс оказалась между молотом и наковальней повышение ставок будет сдерживать инфляцию но еще больше накажет экономику и возможно даже спровоцировав новую волну банкротств банков согласно инструменту fed watch от cme group по состоянию на 20 марта консенсус в пользу повышение фрс на 25 базисных пунктов а не в полной приостановке повышения недели ранее goldman sachs предсказал что ставки останутся на прежнем уровне она мура даже предсказали снижение ставок в общем запасаемся попкорном и ждем результатов заседания фрс благо до этого осталось менее двух дней спот цена биткоина приближается к 30 тысячам при этом настроение на рынках биткоин и криптовалют по понятным причинам изменились к лучшему в начале недели на момент подготовки этого выпуска цена биткоина торгуется на отметке в 28 тысяч уже достигнув девяти месячного максимума пара bitcoin usd смогла победить медведей в период консолидации на прошлой неделе и вернуться к целевым уровнем которых мы не видели почти целый год главным из них является 30 тысяч долларов психологически значимый уровень окруженный значительно исторической ликвидностью между тем для мониторинга индикаторов материалов и других ресурсов ключевым уровнем поддержки является 200 недельная скользящая средняя а тем временем аналитики предвещают окончания медвежьего рынка при этом некоторые из них делающие долгосрочный анализ уже утверждают что биткоин вырвался из медвежьего рынка образовавшегося с момента исторического максимума и начала ужесточения фрс в конце 2021 недельное закрытие образовалось крайне близко к отметке в 28 тысяч долларов что сделало его самым высоким для биткоина с начала июня 2022 года для трейдера аналитика и ведущего подкастов скотта малкера известного как volks all streets это имеет очевидные последствия биткоин достиг своего первого восходящего верха в 25 тысяч 212 долларов с момента своего исторического максимума это подтверждает новый бычий тренд цена все еще может пойти вниз но это будет новый тренд а не продолжение предыдущего медвежьего рынка всех поздравляю новые исторические максимумы для сложности биткоина в своем классическом движении основные показатели биткоина отказываются бросить свое путешествие на луну согласно последним оценкам от битисиком и майнинг пул статс хешрейт и сложность в этом месяце находится в режиме только рост в ближайшие дни сложность корректируется на 3,26 процента и составит практически 45 триллионов хешрейт достиг локального пика 13 марта но теперь снова имеет тенденцию к росту поскольку майнеры реагируют на последнее изменение цены ну и конечно же жадность такая большая которую не видели с момента исторического максимума в 69 тысяч долларов но причины опасаться текущего бычьего взлета по биткоину и рынка крипто в целом все еще есть взгляд на настрой рынка говорит что большая часть его становится чрезмерно уверенной в том что хорошие времена продолжатся индекс страха и жадности который использует набор факторов для получения нормализованной оценки настроения для криптомира сейчас составляет 66 из 100 уверенно находясь в зоне жадность и являясь самым высоким показателем с ноября 2021 года вот такая пища для размышления на эту неделю которая обещает быть абсолютно интересной главное держитесь крепче финанс сообщила о листинге арбитрум а арбе фьючерс на бирже битмэкс уже торгуется сегодня крипто бирже по торговле деривативами битмэкс запустила фьючерс торговлю с маржинальностью к юз детей токена арби в преддверии долгожданного аэродро по арбитрум запланированного на 23 марта динанс также сообщила о начале торговли токеном арбитрум в парах арбе к пяти си и арбе к юз детей с возможностью вывода средств с 24 марта в 17.00 по youtube сегодня в своем твиттер аккаунте битмэкс сообщила что расширил список фьючерсов токеном арбе по которому пользователи могут открывать позиции лонг и шорт с кредитным плечом до 20 икс в паре арбе юз детей другие крипто бирже также сообщили о листинга токена арби сегодня о листинге токена арбе сообщили бирже binance и полоникс а ранее о листинге сообщили такие биржи как хобби глобал mxc глобал битру бай биткоин ве эксченч беконами и другие похоже интерес к токену не слабо разогревается главное чтобы теперь об него не обожечься проект утверждающий что он работает на основании искусственного интеллекта увел у пользователей 1 миллион долларов проект harvest keeper утверждал что оптимизирует торговые процессы и обещал прибыль от инвестиций в 101 процент за 21 день по мере все большей популярности искусственного интеллекта в последнее время из-за представленных возможностей четвертой версии чата gpt проект претендующее название децентрализованного приложения на основе искусственного интеллекта украл у своих пользователей почти 1 миллион долларов в результате обычного мошенничества платформа по блокчейн безопасности сертикей недавно подтвердила что на момент написания этой статьи harvest keeper украл активы пользователь на сумму около 933 тысяч долларов кроме того по данным сертикей пользователь также потеряли около 219 тысяч долларов из-за айсфишинга в сетях эфира бенби и полигон кроме того сертикей призвала пользователей отозвать ранее выданные проекту разрешения и предупредила чтобы они прекратили взаимодействие с сайтом проекта harvest keeper утверждает что это проект искусственного интеллекта который оптимизирует процесс торговли для максимизации прибыли и обещает доходность в размере 4 и 81 процента депозита пользователей на своем веб-сайте платформа обещает возврат инвестиций в размере 101 процента в течение 21 дня и и реферальное вознаграждение в размере 8 процентов у проекта почти 30 тысяч подписчиков в твиттере и более 32 тысяч подписчиков телеграм-канале тем временем когда хайп вокруг чат gpt снова появился в твиттере на социальной платформе появились десятки учетных записей утверждающих что они связаны с крипто g5 10 марта хэштег связаны с проектом токенов под названием крипто g5 был в twitter тренде и поскольку новейшая версия чат g5 показала что может проверять смарт-контракты эфира многие размышляли сможет ли она в конечном итоге заменить разработчиков однако на недавнем мероприятии и течь дубая разработчики блокчейна выразили уверенность что новая итерация популярного инструмента искусственного интеллекта не заменит разработчиков а сможет им помочь совсем недавно общаясь с чат g5 я задал ему вопрос опасен ли искусственный интеллект для человечества на что получил ответ конечно же нет чему конечно же сразу и бесповоротно поверил очевидно что искусственный интеллект человечеству привносит массу возможностей Однако у всего есть цена, и аналогично большим возможностям и прибылям, которые крипторынок несет пользователю особенно во время волатильности, искусственный интеллект в себе также несет определенные риски, о которых мы, возможно, еще не знаем. Разработчики блокчейна игры Medieval Empire сообщили, что до конца этого месяца игра будет запущена в раннем доступе. Более того, они сообщили о начале распродажи земельных участков, используемых в игре как база для строительства своей империи. Еще одним бонусом для игроков и тех, кто уже владеет земельными участками, стало сегодняшнее сообщение в Твиттере об Аирдропе, запланированном на эту неделю. Ежедневно, с понедельника по пятницу, случайным образом будет выбираться один игрок, в собственности которого уже земельный участок имеется. Сегодня участок первого уровня уже отправился к своему счастливому обладателю. Пока еще не заняты земельные участки, вы можете найти на сайте OpenSea. А более подробную информацию о самой игре вы можете найти на сайте medievalempires.com. И завершает наш выпуск краткий обзор рынка ведущего канала Cryptozores Джорджа Танга. Как многие из вас, возможно, уже слышали заявление бывшего генерального директора Coinbase о том, что в ближайшие 90 дней биткоин достигнет цену в 2 миллиона долларов. Что ж, заявление интересное, но вероятность такого крайне мала. Джордж рассуждает, что, вероятно, произойдет в ближайшие 90 дней. Давайте послушаем полторы минуты его рассуждений. Кто знает, куда биткоин уйдет через 90 дней? Вот, к примеру, взять вот этот график. Это график MACD с месячным таймфреймом. Посмотрите, однажды биткоин уже перешел в зеленую зону. Это случилось в 2015-м, а также в 2019-м. Посмотрите на то, что произошло после этого. Мы, друзья, в шаге от того, чтобы тоже перейти в зеленку. Это уже происходит. Это месячный таймфрейм. И подобные пересечения на самом деле не происходят слишком уж часто. За последние 10 лет такие события случились всего лишь трижды. И в этот раз это будет четвертый. Это не частые события. А вот вам еще один пример. Это EMA Ribbon, который нам говорит следующее. В прошлый раз мы отправились со дна в 2019-м. И что случилось? Мы уехали с 3000 до 14000. А теперь мы едем с 15000. Приедем ли мы к 30, 40, 50 тысячам, образующим локальную вершину? Может быть. Может быть. У нас много интересного происходит. Много хорошего происходит. И, конечно же, базовые показатели. Как, например, процент активных за последние 5 лет. Находятся на историческом максимуме, приближаясь к 29%. Я показывал вам данные за 1 год, за 3 года, 2-3 года. Теперь вот 5 лет, 10 лет, они все на исторических вершинах. Не нужно теряться в догадках, набирает ли биткоин сейчас силу. И несмотря на ужасающие макро-показатели, несмотря на банковскую панику и всего прочего, у биткоина все достаточно хорошо. Определенно. Вот такие выводы делает Джордж. Но мы с вами сделаем наши собственные выводы, на основании которых примем итоговое решение. Так как в конечном итоге ответственность за наши действия несем только мы с вами. На сегодня у нас все. Желаем вам удачного трейдинга. И до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok